В этом году городской центр детского творчества отмечает 25-летний юбилей. Сейчас «Импульс» — это 172 творческих объединения по 50 видам деятельности. Основные направления — научно-техническое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, художественно-эстетическое и социально-педагогическое. А вот начиналось всё четверть века назад с двух кружков — выжигание по дереву и домоводство. Домоводство — это кружок, в котором туда входило много видов занятий. Это и лепка была, это вязание спицами, вязание крючком, вышивка, шитьё, кулинария. Но всё, что можно, наверное, всё, что умела я, мне хотелось всё отдать детям. Потом стали приходить новые люди. Позже, вырастая в «Импульс», возвращались уже в качестве педагогов дополнительного образования первые воспитанники. Сегодня в «Импульсе» обучаются больше полутора тысяч ребят. Их творчество хорошо известно видновчанам и гостям города по таким фестивалям, как «Веснушка», День славянской письменности и культуры. Кстати, идеи этих мероприятий, как и районных конкурсов, праздничный наряд для лесной королевы, пасхальная радость, Рождество Христово, Рыцарь года и видновчанка тоже родились в «Импульсе». Каждый ребёнок талантлив, считают в центре. А чтобы у детей было больше возможности выбирать направление деятельности, в «Импульсе» уже несколько лет работает школа ремёсел, где обучаются младшие школьники. Это своеобразные уроки труда. По гладкой поверхности мы должны потом кисточкой работать. Да? Кисточкой работать по гладкой поверхности, чтобы наш узор расписной был красивый, ровный на жизнь. Какая у нас цель? Для того, чтобы детишек знакомить с традиционным творчеством народным нашим, с истоками нашими, чтобы всё это возрождать, не давать забываться, чтобы детишки пробовали, умели и хотели дальше развивать свои возможности свои от природы и учиться тому, что потихонечку забывается. Ну, глина мне нравится. Да, мне тоже очень нравятся глина и макрамы. Мне вот нравятся кружки, макрамы, ну, все, на которые я ходила в «Импульсе». Три года назад и для самых маленьких жителей города открыли школу раннего развития. Здесь малыши в присутствии мам учатся рисовать, танцевать, созидать. Под эти занятия отдали одно крыло от ремонтированного помещения на улице Лемешко. Нашему малышу очень нравится, потому что с ним ходит бабушка, а не то, что он как один. И очень они насыщенные уроки. Я считаю, что за 45 минут они всё-таки там и спортом занимаются, и рисуют, и занимаются лепкой. Ну, там очень много. Планов у творческого коллектива много. Для их реализации нужно совсем чуть-чуть. Один из первых педагогов «Импульса» Риорита Пантелеева мечтает о том, что когда-нибудь центр станет настоящим дворцом. Моя мечта такая, чтобы у нас был центр детского творчества. Как музыкальное построили, так и нам хотелось бы, конечно. Чтобы приходили дети города Видного, приводили их там бабушки, маленькими совсем. Они видели зал выставочный, в котором выставлены все работы наших кружков. Мечты, объединяющие такое количество людей, должны обязательно сбываться. Это стало бы лучшим подарком не только коллективу и воспитанникам Центра детского творчества «Импульс», но и всем жителям Видного. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.